Приветствую вас и на входе мы попробуем разобрать то, что вы написали. Начнем сначала. Выпишите, что, значит, последние 4 года вы находитесь в депрессии по вашим предположениям. Значит, что-то 4 года назад с вами произошло, что-то такое, что загнало вас в это состояние, что заставило вас чувствовать себя подобным образом. И для начала, прежде всего, можно разобрать причину этого. Предположим, что у вас все-таки не депрессия, потому что депрессия диагностируется, как вам правильно сказали, врачом. А пока что у вас нет диагноза, предположим, что у вас все-таки не депрессия, а депрессивного состояния. И в таком случае, что есть депрессия? Это глубинные негативные установки, которые вам нужно убирать. Предположим, что при депрессивном состоянии у вас просто очень сильный, глубокий негативный налет в мышлении и восприятии окружающего мира. В таком случае, вы пишете, что не можете найти себя, понять, что вам нужно и что по-настоящему хотите от жизни. Обычно такое бывает, когда слишком много претензий, когда слишком много на вас оказывается давления, когда у вас нет возможности прислушиваться к себе, нет возможности понять, с чего вы хотите, что именно вам нужно, потому что все время вас сбивают и пытаются за ваш счет реализовать какие-то свои собственные желания. Вот этот момент вам нужно обозначить для себя как ключевод и дальше в первую очередь понять так. У людей, которые говорят вам, чем заниматься и которые предъявляют к вам претензии, есть свои интересы, а у вас свои. И вам в первую очередь нужно прислушиваться к себе, без каких-либо оглядок на чье бы то ни было мнение, в том числе и общественное и даже мнение близких людей. Если вы не будете этого делать, то такое состояние у вас будет продолжаться. Дальше. Если вы не уверены в себе или если вы считаете, что чего-либо недостойны или сомневаетесь, когда что-то вините себя и так далее, то этот аспект сам все нуждается в проработке в том, чтобы избавиться от него. Нужно также понимать отдельно, что при работе с вашим внутренним состоянием, также требуется и корректировка поведения, то есть работа с внешним состоянием. И какие-то привычные алгоритмы поведения, какие-то привычные поведенческие модели вам придется изменять. для того, чтобы сломать привычку, которая за 4 года у вас образовалась, и которая не может не влиять на ваше поведение, на то, как вы себя ведете, на то, что делаете, чем занимаетесь и так далее. Отдельным пунктом идет такой момент. Если вы, ну вот, желая решить свою проблему, желая найти себя, желая понять, чего вы хотите, если вы, делая это, отвергаете возможные варианты и отвергаете уже довольно давно, это значит, что вам это состояние чем-то удобно, чем-то выгодно и что-то оно вам дает. И для того, чтобы начать от него избавляться, необходимо понять, а что же вы от этого состояния получаете такого, что не желаете из него выходить. Вот примерно такими моментами, примерно в таком направлении вам и нужно двигаться. Конечно, если у вас действительно депрессия, то сами вы не справитесь. Но если у вас депрессивное состояние, то попадаться самостоятельно в моем. Главное только не откладывать и думать в этом направлении, реальность это менять, мотивировать себя, не отвлекаться, то есть не распылять свое внимание. И тогда у вас все наладится. Если самостоятельно справиться вы не сможете, тогда обращайтесь к любому специалисту на нашем ресурсе, для того, чтобы с ним решить свою проблему более качественно и, ну, думаю, в более короткий срок. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok